Субтитры создавал DimaTorzok Овечкиных будет опускаться из детского хоккея каждый год 5-10. Каким образом это все можно переформатировать? Нам нужно на кого-то ориентировать молодежь. В этой стране, на этой земле формировался потенциал мировой культуры, науки. Смысл дружбы только у нас, на нашей земле. Добиться успеха очень непросто. Повторить успех нереально, а жить в успехе — это смысл. Насколько в вашем опыте будет важно туда добавлять и вот эту духовную составляющую, как вы думаете? Очень важно. Без духовности, мне кажется, мы доминировать не сможем. Друзья, всех приветствую. У нас, наконец-то, в гостях самый канонический гость, который только может быть. Вячеслав Александрович Фетисов. Все, кто меня давно знает, понимают, что единственный есть спортивный и канонический клуб — это ЦСКА Москва. Всем болельщикам Спартака мы искренне соболезнуем. Вообще, говорится, никто не совершенен. Но если без шуток, Вячеслав Александрович, очень рад, что к вам пришли. Здравствуйте. Большая честь, отец Павел. Это я жене потом передам. Не забывала. Вячеслав Александрович, я прочитал вашу книжку «Овертайм». Каюсь, что я вообще никогда не знал, но я прочитал ее. Оказала у меня она большое впечатление, потому что вы так просто рассказываете о тех людях, которые, чьи фамилии, имена, отчества я, естественно, знал. И это удивительно, что человек знаком с большим количеством советских легенд, легенд американского хоккея, просто очень известные, такие дорогие люди. И это только часть. Плюс сама жизнь очень интересна, там, и события, которые вы переживали. Огромная радость быть сегодня здесь. У меня есть некое преимущество перед многими людьми. То есть с 17 лет я отвечал на вопросы журналистов. Последние 7 лет у меня две программы на «Звезде», где я задаю вопросы, кстати, на самых популярных программ «Фетисов». Это как раз разговор с вами. И я готов в любом формате вести сегодняшнюю беседу. Да, очень интересно, время непростое, поэтому вы хозяин сегодня. Вот когда я читал книгу, вы описывали свое детство. Я, честно говоря, свое не особо помню, хотя я тоже родился в Советском Союзе. Но те условия, в которых вы родились, вот, опять же, там, вы родились без Кудникова, это не современный, я думаю, без Кудникова уже такой современный район Москвы. Какие у вас воспоминания о, собственно, детстве в своем? Радостные воспоминания, хотя мы жили в бараках, где не было неких удобств. Все удобства были на улице. Такого размера, наверное, комната. Доща там, так скажем, строение. Дуло со всех сторон. Хотя там отец пристроил небольшую пристройку, где, скажешь, мы жили с бабушкой-дедушкой, с папой-мамой потом я, насколько я понимаю, там на сундуке спал зимой, приходилось во всей одежде, которая была, эти все цегейки, шубы, шапки. Ну, там, если помните, есть такой эпизод, когда у меня очень рыхлое горло было с рождения. Рыхлое? Рыхлое, да, ну, а ангиной болело, миндалины эти самые были большие. Вот, и я чувствую, у меня жар, и перекрыло дыханием, потому что кланды раздулись. Да, я не мог к ней не позвать, крикнуть, ну, не мог, просто горло было перекрыто. Я пополз к ведру, которое стояло там. Я знал, где. Да, и ткнулся лбом, и уткнулся в лед. Ну, полизал лед, и что-то сумел потом пропищать, и мама проснулась. Да, вот эти вот, как бы, неудобства, наряду с тем, что меня очень любили, и папа, и мама, бабушки, дедушки, да, и вот мы с пацанами особых радостей не имели. Да, ну, вот общение на улице, еще в школу не ходили, конечно, доставляло особую радость. Мы там бегали по сараям, что-то там постоянно лепили, особенно зимой. Никакая не забуду, когда отец мне привязал двухполозные лезвия, мало кто помнит, коньков в то время особо не было, а вот такие двухполозные лезвия к валенкам привязывали детям. И вот я с колонки, где там мерзала вода, и вот помню первый раз я скатился, и вот это ощущение скольжения, это, конечно, для ребенка, это восторг, на самом деле. Я вот с первого, так скажем, момента понял, что это что-то такое волшебное. Да, и играли, катались, по снегу бегали в этих коньках, импровизированных, я бы так сказал. Но самое впечатление, это, конечно, когда на станции Бескудникова там был у нас стадион, и вот каждую субботу-воскресенье все люди из соседних, так скажем, этих барачных поселков туда стекались рекой, и дыховой оркестр, ну и всякие активности, да, мужики в футбол играли, в волейбол, женщины там в лотов, в домино, дети тоже, в общем, городки, ну, в общем, все то, что связано было с чувством единения, и, понятно, страна восстанавливалась после разрухи, после Великой Отечественной войны, и вот это никакого уныния, вот это какое-то постоянное желание что-то творить. Ну, я вот помню очень хорошо время детства, когда, по сути дела, ты формируешь свое сознание, вот, да, никакой, так скажем, злости, какое-то там неудобство, при всем, при том, что ничего, ничего другого ты еще не знаешь, ну, и, конечно, сравнивать, если говорить, переезд на Короневское шоссе, трехкомнатная квартира, 43, по-моему, метра квадратных, это как будто переехали во дворец из барака, где есть туалет, где есть вода, где есть тепло, свет, каждая на пятом этаже, на этаже жили в пятиэтажке, да, совсем другое ощущение. И школа первый раз, она вновь построена, как раз была. А для тех микрорайонов, которые строились, как раз для того, чтобы переселить людей из... Ну, и, конечно, безходные какие-то там, сады были в свое время, помню, как лазили за яблоками, за вишней, как нас гоняли там дядьки всякие. Но, тем не менее, это часть нашего детства была. То есть я примерно в одном каком-то вот так районе Москвы вырос, песчаная площадь, это было место, где базировалась хоккейная школа, ЦСКА. Это сарайчик небольшой, две раздевалки для ребят, которые приезжали для нашей команды, пару комор, где мы хранили там вещи, да, каток на открытом, папы, иногда мамы приходили поболеть за нас. Да, и потом огромный рев этих всех лайнеров, которые делались в Илюшинском бюро, в Тополевское, там все рядом было, как раз, это Хадынское поле. То есть их как-то испытывали, да? Ну, слышно, конечно, такое. А мы же еще потом пробирались в ЦСКА, чтобы не обходить, там не на трамвай ехать, а напрямую пойдешь, там, мимо этих всех величественных зданий, где все это творилось, да, весь наш авиапром, шли в ЦСКА, на тренировку мастеров, нам разрешали смотреть. В общем, да, как-то все крутилось в одном, так скажем, районе города Москвы. Вот такое количество всего вокруг, то есть вот вы рассказываете, с одной стороны, там, ну, предположим, Тимирязевская академия, с другой стороны, собираются самолеты, с третьей стороны, хоккейная школа ЦСКА, было какое-то детское ощущение или, может быть, не было вот какой-то безграничности, возможностей. Несмотря на то, что я тоже читала, прочла вашу книгу, и я, ну, мне с моей колокольни, конечно, сложно себе представить, как тяжело было жить, там, холодной квартире, например, при стройке. Воспитание, ну, наверное, такой многотрудный процесс, но должна быть цель. Вот у меня родители с ними говорили, «Сынок, хочешь отсюда выбраться? Надо хорошо учиться». Ну, я очень хорошо учился. Улицы – это там, где ты закаляешь характер, и там ты должен быть спортивным, ты должен иметь все, поэтому я умею играть во все игры. Кстати, девчонку, ну, чуть позже уже я понял, что тоже хлюпики не очень нравились, история. Ну, и еще, наверное, тот момент, который, о котором нужно сказать, это то, что мы детство провели на ВДНХ, когда все вот эти достижения страны, визуально ты видишь, ты можешь потрогать, ты можешь посмотреть. Конечно, это великое дело было. Ты же идеология наработала на то, что ты вот хочешь быть частью вот этого, можешь, хочешь чего-то добиться, то ты вот имеешь возможность. Люди в нашей стране вот этого добились. Эти какие-то быки, коровы, не знаю, свиньи, бараны, не говорю, уже повеление космос, который просто завораживал. Эти фонтаны нереальные. Кстати, там собирали мы денежку, люди все бросали, приспособления всякие придумали. А, да, да, да. Да, такая палочка, да, и пластилин на конце. И вот, когда преломление, ты хочешь, должен попасть там в полтинник или в 20 копеек. Тоже там милиция нас гоняла. Я этим тоже баловался. Так, ну да, мы все жили примерно по одним, так скажем, законом, пончики эти сумасшедшие, останкинские. Кстати, она до сих пор живая, эта лавка, я там живу недалеко. Там до сих пор очереди стоят прям очень длинные. Шедевральное было само по себе сооружение, вот эта небольшая палатка, где там тетя обычно не досыпала эту пудру. Ну, все время тетя, но... Еще... Мало пудры насыпала, она такая... На еще. Да, удивительно, вот я никак не забуду, отец меня брал с собой, он работал... Еще жили в бараках, пяти летнего пацана, мы еще не переехали к себе на работу, он работал на Савиловском вокзале, там был почтовый ящик, как так называемый, за зарплатой. Такси не ездили в то время вообще, там был мост, который... Ни один таксист не решался вообще переехать. Правда, один раз какой-то там решился, мы приехали в поселок, на такси с отцом, конечно, был... Почему не решались? Там мост был очень хлипкий, хлипкий, да, и они боялись переезжать, потому что могли свалиться. Ну, а я помню, приезжаем на станцию Бескуднику, где как раз стадион, вся эта жизнь наша крутилась, к бате подходила, такая палатка была, пиво называлось, тетя Маша была, она на карандаш брала там все, что мужики там за... Ну, или выпить надо было 100 грамм, или пивка попить, бутерброд съесть. Ну, самое интересное, что первое, что они делали после получения получки или зарплаты, они бежали к этой тете Маше, чтобы не потерять кредитоспособность, и расплачивались за все, что они набрали за этот период. Конечно, удивительно, сам по себе, танцера так, ну, все смешно, и отец меня раз, первый раз взял в баню, там, это было еженедельное, так скажем, посещение в бане, потому что горячей воды не было, нагревали там для каких-то, чтобы умыться. Это ощущение, как после бани ты стоишь, высокий столик, в отца там пиво, он тебе дает маленькую кружку лимонады, еще если это зимой, то вообще какое-то шедевральное еще восприятие, то есть, ты часть уже мужского мира, и это совсем другие, и законы. Какие-то такие впечатления, которые остались от детства, они кроме как положительных эмоций, и желание быть успешным, хотя могу сказать, что скорее всего из моего двора и того, и другого, наверное, я один, который пробился, многие ребята там нарушали законы, кто-то спился, кто-то еще что-то, хотя вот на Каранском шоссе, на площадке, которую мы сами построили, там как бы вот такой принцип был, спортивный, поначалу у нас молодых, маленьких совсем, то ворота запихнуть, то еще куда-то, но тем не менее, это же какой-то такой, нормальный уклад был, и это тоже, в общем, дало возможность проявить характер, здесь однозначно, улицу, которую мы потерялись сегодня, тоже, в общем, это нехватка, так скажем, формирования пацана, который, в общем, в естественных условиях, как-то утверждается, не боится, ну, и как-то понимает, что он готов ко всем дальнейшим вызовам в этой жизни, да, школьная школа, семья, улица, кажется, это три составляющие, ну, и, конечно, это нацеленность системы, как таковой, конечно, многотрудный процесс, а нацелить ребенка на результат, ну, школа, конечно, тоже очень важный момент, учителя это такие фантастические люди, мы все помним своих первых учителей, как родных людей, потому что они открывали нам новый мир, они в этот мир нас вводили, ну, естественно, первого тренера, который, кстати, в Советском Союзе уникальная профессия была, это тренер начальной спортивной подготовки, не знаю, если помните, это люди с особым образованием, которые понимали физиологию, психологию ребенка, они вводили в этот чудесный мир спорта, ни в коем случае не обидев его, и не нарушить ход естественного развития, сегодня детей выгоняют, в 10-летнем возрасте, всяких секций, за непригодность, ну, что это такое, иногда мы не понимаем, что мы творим на самом деле, ну, если вспомнить Бескудникова, эти пруды, это дед мой, который две войны прошел, и он был где-то метр 95, такие ручища огромные, с фотографии, когда он меня держит, пацаном, ну, рожденным, да, вот мои фартыки, вот, из шапки в шапки, он ходил по, по баракам, по домам, в общем, он был печеньком, то есть востребованной профессией, уважение к нему, конечно, было, Максиму Степановичу, бесконечное, конечно, я помню, они остались жить в этих немецких домиках двухэтажных на станции Бескудникова с дочкой, со старшей сестрой, молодца, а мы приехали как раз вот пятиэтажку Хрущевскую, и он приходил в гости, как сейчас помню, какое-то у него восхищение, стеснение какое-то, он стеснялся того, что вот, оказывается, вот есть возможность жить в других условиях, без человека, который молод. Хотя, и насколько я понимаю, вот сейчас, отец вчера, позавчера было 93 года, ему исполнилось, стараюсь что-то допытать, допытаться у него в плане там всего, что было, надо будет все равно эту историю поднимать, семьи в Рязанской области были такие зажиточными людьми, там раскулачили, ну, и все такое прочее. Ну, какой-то обиды, я вот ни разу не чувствовал, какие-то положительные, на самом деле, и бабушки, и дедушки были, и родители моей мамы тоже, все работали, короче, я был таким уже балованным пацаном, там, и лошадка у меня, эта педальная, первая была, ну, и всякие другие там, игрушки, которые, не так их много было, ну, по крайней мере, в общем, они у меня были одного из первых. Вот ваша жена вспоминала, значит, в книге читала, что вы в еде очень неприхотливые, ну, там, кроме, если там попросите картошечки жареные пожарить, ну, это, правда, было, получается, лет 20 назад, может быть, сейчас уже перестали ходить, с пятерочкой ходите в азбуку вкуса, это не реклама, если что, но, вот, за счет того, что я помню, вот, мы жили достаточно бедно, я до сих пор в плане еды, то есть, меня, ну, как бы, ну, что поставили, в принципе, и ем. Вот, вот эта неприхотливость в кеде, о которой, вот, пишет жена, это связано именно с тем, то, что просто в детстве, ну, как вот, что дано, то и ешь. Изысканная была кухня, на базе ЦСКА, мы там жили 11 месяцев в году из сборной страны, где там, в общем, особое было обеспечение, все-таки же элитные спортсмены должны пытаться, тем более мы тренировались по три-четыре раза в день, особенно в предсезонной подготовке, где там курс 220 был, на самом деле колоссальные нагрузки, поэтому кормили нас хорошо, ну, конечно, хотелось приехать домой, вот, где-то попроще все это, может, моя жена из этого сходила, хотя она очень вкусно готовит, и постоянно что-то придумывает новое. Ну, времена меняются сейчас, деликатесы это тоже, в общем, всякие разные, часть пьеты, тем более, путешествовали по миру, я бы так сказал, я не капризен, если так будет правильно, да, к пище, и там, если в гости приходишь, или еще какой-то там, мероприятие, ну, да, стараешься найти то, что, в общем, необходимо. Но, с другой стороны, я понимаю, что выглядеть хорошо, это тоже, в общем, сегодня с возрастом, это в том числе и питание. И здесь я стараюсь, в общем, придерживаться определенных там блюд, блюд, которые мне, в общем, не вредят, так скажем. Поэтому уже наработано все это, и могу сказать, что мне достаточно просто удается, как бы, держать себя в физической форме. Во-первых, экономия на гардеробе, что немаловажно. Ну, во-вторых, если ты публичный человек, ты должен вообще, естественно, выглядеть достойно, чтобы, если говорить там о здоровом образе жизни и о успехе, формуле успеха с молодежью, с детьми, с старшеклассниками, выглядеть непотребным образом, наверное, эффекта того не будет. Так что питание в нашей жизни сейчас, оно прибрало немного другой смысл. Ну, самая лучшая профессия для, в плане одежды, это священник. Вот я под свой подрясник, я под свой подрясник, например, могу одеть все, что угодно там, и, конечно, майку Спартака не одену, что прицекается потом. Но в целом, то есть под подрясником, я просто знаю, что некоторые священники там носят. Шорты. Ну, сейчас форма одежды, она может быть разной, там, оверсайз всякие там есть сегодня, так скажем, коллекции. Не, я просто для себя, когда ты идешь, по лестнице и начинаешь что-то у тебя там трястись, то это неприятно. Поэтому, как бы, какую бы рясу ни одеваешься, ты же для себя это делаешь. Ну, дисциплина, на самом деле, это очень важный момент. Если видишь какого-то моего коллегу, который немножко с лишним весом, то, наверное, это его, в общем, проблема. можно, конечно, себя дисциплинировать, заставлять где-то. Но, опять же, это опять от каждого зависит. И здесь я принял для себя решение и стараюсь как бы всему этому соответствовать. Я вообще не думал про эту тему даже говорить, но она, на самом деле, очень важная. Мне кажется, сегодня, правда, людям не хватает дисциплины, даже какого-то, может быть, хотя бы минимального режима дня. Люди, в принципе, кушают, когда хотят, по большому счету делают все, что хотят. И мне довольно часто задают вопрос, человек хочет быть дисциплинирован, а он говорит, но у меня не получается. Сам себя не любишь, не уважаешь, никто уважать, любить не будет. Все это отговорки в пользу бедных. Проще, чем дисциплинировать себя, расписать. понятно, конечно, есть работа, я работал 7,5 лет в ранге министра, и, конечно, там совершенно другой ритм и ответственность колоссальная. ты там становишься взрослее очень быстро. Понятно, как только уходишь с такой работы, сразу обратно расцветает все в тебе. Да нет, здесь мы говорим про молодежи, да, которые сегодня... Вот у меня выступление было недавно в каком-то форуме, ну, и там выступали эти все статисты, так называемые, и они такие, ой, сегодня там процент там жирных детей, молодежи, в общем, беспрецедентный в нашей истории, дети там, сникерсы, там, чизбургеры, всякую хрень, прости господи, употребляют. у нас в теме... Я такой, слушайте, а кто же это все принес сюда? У нас же есть традиция, я много езжу по стране, и вижу, на самом деле, кулинарное разнообразие, рецепты, которые испокон века были, они просто в разнообразии зашкаливают, на самом деле. И все, что мы сделали, упростили все это, присадив наших детей на все это, как я сказал, бодягу. Сами виноваты, на самом деле. Отучить сегодня детей, это не так просто. Самые те, кто вырос, воспитался на этом. Так что здесь все зависит от нас, на самом деле. Нужно об этом говорить, нужно разъяснять, почему это вредно. Кстати, здоровый образ жизни тоже, вещь такая многотрудная, философская, скорее всего. Мы с людьми, уважаемыми в нашей стране, и диетологами, и люди, понимающими смысл сохранения здоровья, сейчас запускаем новое общественное движение, новое общественное движение называется «Здоровье здоровых». То есть, это и разъяснение, это пропаганда, и увлечение в процесс, в том числе на каких-то примерах. Я думаю, что это тоже, в общем, необходимо сегодня говорить о том, что у нас проблемы сегодня с фертильностью, у нас проблемы сегодня с демографической ситуацией, новые средства курения, это же надо разъяснять, что это навредит твоему здоровью настолько, что ты потом не справишься ни финансово, ни с точки зрения ресурса своей жизни со всей этой бедой. Запрещать одна история, разъяснять другую историю, это такая вещь очень интересная. Я точно знаю, что я занимаюсь проблемами экологии, для меня сейчас смысл жизни, а здоровье людей зависит от трех простых вещей, мне кажется. Это качество воды, которую мы пьем. Надо вспомнить, когда мы начали пить воду из бутылок, совсем недавно пили из-под крадочек, мы осознанно понимаем, что мы что-то творим не то. Сбрасываем в реки, в водоемы, всю нечисть, промышленные производства сегодня, эти богатые ребята не думают о том, что это коснется их в той или иной степени, их детей или внуков. То есть, вот это осознание того, что ресурс природы, он ограничен, оказывается, а не безграничен, тоже, в общем, сегодня тяжелая работа, требующая, по крайней мере, разъяснения, увлечения молодежи в этот процесс. Это вода, это воздух, в котором мы дышим, это продукты питания, которые мы употребляем. Вот что нам сюда привозят, на нашу территорию, особенно из дружественных стран, мы даже не представляем. Если мы говорим об генетическом, так скажем, генетической войне против наших людей, то я считаю, что это должно быть главной задачей сегодня. Контролировать, что к нам возят сюда. в первую очередь контролировать продукты питания, которые поступают на кухни в общеобразовательные школы, где мы сегодня кормим детей. И этот человек, который поставляет продукты, он должен, в общем, получить разрешение государства и отвечать за качество продуктов питания. Ну, есть в мире много практик всяких, где выдаются лицензии на вот такие вещи. И человек должен понимать, если он нарушит раз предупреждение, со второго раза он теряет возможность в этом бизнесе находиться. И не только он, а его дети и его внуки. То есть лояльность, то, что нужно государству, должна определяться в общем с серьезной ответственностью. Да, это продукты питания, которые тоже, в общем, должны быть под контролем и качествами. Я думаю, что это тоже, в общем, требует серьезной работы. мы должны в этом плане быть едины. И вот со многими родителями уже, как депутат Госдумы, уже общаюсь, они... Да, уже проблемы бесконтрольного интернета, проблема продуктов питания, она уже становится для них тоже уже серьезной, они понимают, что это необходимо регулировать, рекламентировать в той или иной стиле. Так что здоровый образ жизни, все, что связано с будущим нашей страны, оно, в общем, должно быть серьезно контролируемо и в том числе с общественных, так скажем, сил, организации. Два вопроса здесь. Первый связан с тем, что вы прожили долго в США, и мне интересно, с вашей точки зрения, вот то, что нам едет из недружественных стран, оно... Западный партнер называется. Ну, они же не партнеры вроде, они же недружественные страны. В общем, вопрос-то мой про что? Про то, что насколько они питаются так же? То есть это какая-то общая мировая история, которую во всех странах проводят, или это все-таки нам везется одно, а там едят другое. И второй вопрос, который из этого вытекает, насколько с привычкой, о которой вы сказали, которая действительно есть, там, у молодежи пить газировку, есть сладкое и всякую гадость, насколько это вообще можно победить, вот с вашей точки зрения? теперь же зависит от человека. Ну, 13 лет в Америке это достаточно большой срок, кстати, я кока-колу там очень редко пил, да, и в Макдональдс, по-моему, один раз попали, ну, естественно, с ребенком ходил, а так мы в команде тут кому-то проиграли на выезде, капитан говорит, так, молодежь, ближайший, в Макдональдсе, накрывайте, накрывайте стол, сейчас придем, приходит команда, известные все люди, берет этот чизбургер, такой, есть, будем плохо играть, будем питаться этим до конца жизни, так что мы хорошо играли и в Макдональдс не ходили. Где же мы об этом говорим, что мы же не понимаем, что у нас, если то же самое, что они едят, это приемлемо, если то, что может быть что-то другое, то это надо контролировать, по крайней мере, поверять и убеждаться в том, что это на самом деле не вредно для нас. Мы находимся сейчас в серьезной ситуации, санкции во всем, кроме того, что поступает нам на стол. Насчет того, можно ли отказаться от того, что тебе вредит, но опять же, это возможность разъяснения, какой вред тебе это может принести, и разъяснение того, что если ты поменяешь нормальные напитки и разменяешь ее на вредные, то тебе только от этого будет польза. Но если ты человек разумный, ты это воспримешь, и не надо ничего дополнительно разъяснять. Это как борьба с пластиком сегодня, это же беда, которая пришла к нам из комфорта, то есть комфорт всегда нам дорого стоит. Одноразовая посуда, пластиковые пакеты. Сегодня Мировой океан весь в этом пластике, почва вся, тоже внутренние реки и так далее по списку. То есть он разлагается на микропластик, так иначе попадает нам на стол. А оська была у нас в свое время одним из символов. Да, ничего страшного, да? То есть к этому тоже надо привыкать и тоже здесь нужно и субсидировать тех производителей, потому что можно посчитать этот экономический ущерб, который наносится тем, что потом приходится ликвидировать, и не всегда на это хватает денег. И вот активное взаимодействие с организацией садовода России, когда, в общем, нам каждый год говорят, что больше половины выращены, а люди закапывают землю, потому что нет рынка людей, которые своими руками без использования всякой химии и всего, что вредно для здоровья, выращивают продукты и не могут их продать. То есть здесь, мне кажется, государство должно заботиться. Если мы учимся сегодня собирать мусор, не хотим научиться собирать то, что люди вырастили своими руками. То есть здесь тоже, в общем, есть принципы. Я встречаюсь часто с людьми, которые занимаются сегодня продуктами. Один ко мне пришел, такой, ну, симпатичный молодой человек, говорит, я произвожу то, что едят мои дети. Мне кажется, принцип очень понятный. Если у нас сегодня на местах мы тащим продукты с поездами, а то, что выращено, выращено на местах, закапываем землю, мне кажется, это безрассудство по большому счету. Понятно, много там всяких ограничений, но если как бы вдуматься, да, вот это же легко, в общем, привести в соответствие. Понятно, кто-то зарабатывает на закупках, кто-то еще что-то, но вот мне кажется, дать возможность людям, которые хотят в этом дальше жить, ну, дайте дешевые кредиты, дайте поддержку, дайте возможность создавать продукт, и мы видим сегодня в том же сравнении это индустрия ресторанов, кафе, которые у нас, по-моему, сейчас лучшие в мире, просто людям дали возможность, они, в общем, талантливые, креативные вложились в это дело, и оно сегодня просто процветает. Мне кажется, здесь тоже, в общем, есть возможность у нас поддержать фермеров больших и малых, я думаю, деревня заживет после этого, это регионы будут получать дополнительные деньги, и да, и видим, что вчера вот президент Бардин Балкария, по-моему, на яблочном... Вчера в Чечне было? Ну, он везде был, на Кавказе, в том числе и в Кабарде, по-моему, где там сейчас серьезным образом развивается садоводство, яблоки, ну, я думаю, что яблоки там будут стоить где-то 50-60, а к нам сюда придут, будут стоить там, три раза четыре дороже. Ну, понятно, да, вот эти посредники постоянно вообще получают большой доход. Ну, то есть, мне кажется, здесь в этом смысле можно реорганизоваться и думать и о здоровье нации в целом, и о людях, которые могут сегодня зарабатывать честным трудом себя на жизнь, и дети будут расти здоровыми, понимая, что у них на столе всегда будет качественные продукты питания, которые, я, опять же, мы обязаны контролировать постоянно. Это такой процесс, и люди должны понимать меру ответственности. Мы научились сегодня строить школы фантастические, в этих школах крутые кухни, оборудование на уровне мишелемовских ресторанов, а то, что поступает как продукты питания, мы это не контролируем. Значит, на самом деле страшная вещь, что там просрочено, но увидим, сколько дети постоянно там-то там, в общем, масса утравится. Мне кажется, это тоже, в общем, посыл общества, что это ответственность каждого контроля, но с другой стороны, это понимание того, что питаться экологическими продуктами это выгодно сегодня. И вот при мне это в Америке зарождалась индустрия экологически чистых продуктов питания конец 80-х, начало 90-х. Конечно, цены поначалу были где-то наполовину дороже, но сегодня это все схлопнулось, потому что люди понимают, лучше я куплю то, что качественнее, чем куплю, много того, что потом придется тратить на медицину. Потому что здесь тоже это, в общем, серьезная вещь, требующая разъяснения, пропагандирования, если хотите, да, но и такого масса обсуждения этой темы с разными людьми. Мне кажется, конкретные действия придут к тому, что второе наших молодых людей, еще раз, которое, я считаю, напрямую зависит от качества воды, воздуха, и продуктов питания. Можно я вернусь на ту тему, которая, мне кажется, очень важна. Вы вспоминали про тренеров, которые вот самое-самое такое начальное подготовки. И в книге вы описываете очень так тепло Александра Павловича Рагулина. Честно говоря, я не знал, что он был тренером, детей тренировал, как известный хоккеист, защитник. Детей, мы уже были большие мальчики. Это молодежная команда ССК была. А мой первый тренер, Режиссан Шибарин, кстати, который меня и заметил. Я третий раз попал в ССК у нас на нашей коробке, с которой мы сами ухаживали. Старшие нам провели свет, мы заливали, у нас было оборудовано в подвале одного из домов, раздевалка теплая, чтобы можно было погреться. появился парень в динамовской форме, такой, большая буква Д на груди, вступил в детско-спортивную школу, но он постарше меня был. Мне так захотелось вот такую форму, потому что купить в то время по размеру было невозможно, только могли эту форму выдать. Ну вот я десятилетним пацаном поехал на Динамо, кстати, был прямой автобус, ну и выхожу, хожу, на большом этому стадиону, а еле нашел табличку, где написано в детско-спортивной школе по хоккею, хотя у Динамо не было своего катка в то время, крытого. Вообще в Москве было 4 или 5 всего катков, по всей стране может 20, сейчас их 500. Ну и захожу, знаете, вот хочу записаться, сколько лет? Десять, вот мы таких маленьких не принимаем, приходи на следующий год. Я говорю, а где принимаем? Ну, может, ЦСКА съездить, одна остановка на трамвае, там, по-моему, собирают, так что у них есть искусственный лед, ну, короче, я на трамвай, еду на одну остановку, захожу в ЦСКА, тоже нашел детскую спортивную школу, была в зале тяжелой атлетики, наверху, где-то такая комарка небольшая, стучусь, как сейчас помню, Александр Николаевич Виноградов, это один из первых наших великих защитников, был директором школы, в расти, что, мальчик пришел, я говорю, записаться, сколько лет? Ну, я прибавил себе 11, соврал, она говорит, ну, мы таких старых не берем, но я вышел такой расстроен, хожу и там, поначалу не заметил, там на выходе так, тимметровый стоял плакат, красноармейцы треуголки такой, ты записался в ЦСКА, я так думаю, блин, подхожу, я там такой вот написанный текст, что каждое первое воскресенье сентября происходит добор детской спортивной школы по хоккей, я думаю, вот, появился, появился шанс, короче, в этих гагах 10 утра выхожу из метро аэропорт, уткнулся в очередь по аллее, ЦСКА, стояла очередь мальчишек с родителями, кто-то сам, чтобы пройти добор, все это время Тарасов вместе, ну, ребят чередовались, великие мастера, Фирсов, Рагулин, там, в то время, они там катались, с мальчишками, простоят там, сколько, 6 или 8 часов, уж не помню, выйти на лед, уже, сил точно не было, короче, ну, сам факт, что я в дворце ЦСКА, который там был 3000, вместе с нынешними дворцами, конечно, сарай, но тем не менее, для мальчишки какой-то был восторг, я особо не расстроился, вот, короче, два раза пролетел, ну, и мы играли в Золотую шайбу, с Рудинским районом, Тимирязевский, как раз на коробке ЦСКА, так случилось, что Юрий Александрович Барин, тренировал, 58-й год, перед игрой, ну, и задержался, посмотрит, ну, есть кто-то из мальчишек, посмотрел игру, потом подходит нашему тренеру, тренер-общественник Борис Николаевич, Берлинов такой был, с Краснодара, золотозубый, такой дядька позитивный, ну, он получил квартиру служебную, ну, и занимался организацией спорта в микрорайоне, спросил, какой у меня отрасль, он говорит, 58-й год, говорит, этого мальчика привези в пятницу на тренировку, вот, так я приехал на тренировку, мне выдали форму, я в ней поспал, конечно, первую ночь, как положено, так и попал в ЦИСК, на самом деле, и вот эти вот тренеры, которые искали мальчишек, они которым приводили, они, конечно, уникальные были, и по профессии, и по душе, и по сердцу, и до последних дней был настолько благодарен Юрий Александрович за то, что он нашел, дал возможность мне раскрыться, все-таки, что я там авантюрничал, бегал в атаку много, в то время это было неразрешено, так скажем, по методикам, вот, а сам Павлович, мой кумир, оказался моим тренером в молодежной команде, когда, да, фига, соблазнов всяких разных, и все хочется прямо сейчас, не сейчас, а прямо сейчас, и он нам разъяснял очень простым языком, все это потом вам придет, кстати, мы настолько уважали, что мы не проиграли ни одной игры, два года, когда он нас тренировал, у нас отпускал, там, мы уже служили в армии, иногда, погулять, так как мы слишком уважали Александра Павловича, мы не могли себе позволить там, ну, каких-то лишних действий, так что, да, вот мне с тренерами повезло в этом плане, конечно, и на начальном этапе, и на том, где нужно был такой сильный мужчина, который не дал бы свернуть с дороги, хотя многие в этом возрасте теряются, слишком много соблазнов и желаний, и все такое прочее, не хочется платить ту цену, которая в итоге, в общем, даст возможность тебе состояться как спортсмен. А как преодолевалось сопротивление родителей, потому что рассказывали, что папа говорил, что главное образование, ну, обычно мамы, вот моя мама тоже про образование, у меня жена тоже за образование, я как раз такой, как-то у меня это... Какой? Ну, никакой. Ну, никакой. То есть, я как-то, если у меня дети, они вот говорят... Не может отец Павел быть никаким. Нет, я в том смысле... Какой он? Я в том смысле, что я, если мне, например, ребенок сказал бы, что я хочу быть хоккеистом, я сказал бы, окей, и стал бы вкладываться вовсю, чтобы он, лишь бы это было серьезно к этому относился. Серьезный отец Павел. Да. Молодец. Вы писали в книге, что родители воспринимали скептично ваше желание быть спортсменом, хоккеистом. Ну, естественно, до поры до времени. Я еще в футбол играл, еще за все школьные команды там выступал, во все, что там можно было, бегал, прыгал. Единственное, с лыжами очень хорошо получалось, потому что в основном проходилось на сезон хоккейный потом. Кстати, у нас Евгений Иванович был учитель физкультуры, фронтовик, очень принципиальный мужчина был, хотя он меня очень сильно любил. У меня все время тройка была за третий учетер по физкультуре. А я же в старших классах был мастером спорта уже, то есть, но все равно тройка у меня ставят. А с чем было связано? Потому что я пропускал занятия по этому самому, по лыжи. Потому что то игра, то сбор, еще чего-то. Деятельный факт на самом деле. Мы говорим насчет того, что как родители могут повлиять на судьбу своего ребенка. А когда папа с мамой увидели, что хоккей для меня важен, кажется, они целый год копили, откладывали денежки, чтобы купить мне на день рождения перчатки в свое время на черном рынке продавались финские, и шлем. И когда они мне это подарили, у меня слезы навернулись сами с собой, я понял, что я не имею права их подвезти. тебе. То есть они меня таким образом поддержали. Это, наверное, самый дорогой подарок, который был в моей жизни от моих родителей. И, естественно, все по-другому. Я уже нацелился, что я с этого момента хочу стать лучшим. Это нужно расставить приоритеты по жизни, это нужно уметь соблюдать все необходимое, чтобы этого результата добиться, ну и все такое прочее. Так что иногда вот родители, конечно, остерегают своих детей от каких-то, может быть, моментов, которые не совсем понятны им. Когда они понимают, что это ребенку необходимо, то они вот такими действиями, жестами дают ему поддержку. А вот мне еще интересно по поводу разумности. Вы говорили еще на этапе, когда мы разговаривали про питание, что если человек разумный, он все поймет. Объяснишь ему и так далее. Вот эта разумность, она, на ваш взгляд, врожденная или это все-таки воспитуемая? И если воспитуемая, то как? Что делать, чтобы ребенок рос разумным человеком? Это, опять же, многотрудный процесс воспитания ребенка. Мне так кажется. У нас одна дочь, единственное, мы так счастливы, что она выросла таким очень целостным человеком. Мне почему-то было важно в тот момент, чтобы я доиграл до того возраста, чтобы она уже понимала, вообще, чего стоит результат, в самом деле. Когда папа в возрасте 38-39-40 лет скатывается с кровати, пока разогнется, а надо идти на тренировку, где молодые хотят отобрать твое место, не дать возможность добиться результата, которого ты идешь, а ты должен прийти с улыбкой. на тренировку и никому не дать сомниться в том, что ты возрастной. Конечно, это у детей откладывается, на самом деле. Это как пример небольшой. А на самом деле разъяснение, примеры, все, что связано с пониманием того, что важно, что нужно, что необязательно и что не так важно. И вот больше 100 встреч за последнее время со студентами и старшеклассниками. Один из вопросов, который, в общем, обсуждается, это кумиры, герои. Я задаю вопрос, практически все молчат. сидят учителя, директор школы или ректор университета. Я говорю, ну что, будем делать? Вячеслав Александрович, может, не стесняется, знаете, если у детей были герои кумира, они обязательно им поделились. А если их нет, это плохо. А если они есть и не хотят, они говорят, значит, еще хуже. Кто эти герои? На кого они хотят быть похожи? Что же такая очень важная тема в плане воспитания нации в целом? Другой вопрос задаешь, они говорят, ну, насчет цели и все, что с этим связано. При этом вопрос в зал, кто хочет уехать? Ну, допустим, в Дальний Восток или из страны в целом. Ну, половина поднимает руку. Почему? Ну, вот там смотрим, там все хорошо, там все есть. Я говорю, смотрите, вас нигде не ждут, чтобы вы знали. Если вы еще плохо учитесь, то точно вам конкуренцию не выдержите. Особенно это касается Европы со своим снобизмом, Америки. Вообще там конкуренции баснословные. В Азии не знаю. Это совсем другая культура, насколько вы сможете там стать своими и добиться успеха. Да, надо хорошо учиться, соревноваться с собой, остаться там, где вы выросли, для того, чтобы видеть тот потенциал и развитие. второй вопрос, который они все время выносят на обсуждение, это социальный лифт. Давайте порассуждаем. Я вырос в Советском Союзе, в бараках. Цель моя была постоянно родителями хорошо учиться, чтобы стать человеком, как они говорили в то время в их понятиях. Я хорошо учился, потом спорт пришел в моей жизни, я много чего добился, потом уехал в Америку, завел там авторитет, уважение, заработал денег, потом президент мне вернул в Россию, я возглавил российский спорт, непростые времена, я много что сделал, могу, в общем, вам это все рассказать. Сенатор восемь лет, Дальний Восток расподимался в времена моего сенаторства, сейчас депутат уже, тоже восемь лет, что интересно, что я нигде не видел лифта к успеху, есть ступеньки, есть лестницы, есть борьба, есть конкуренция в жизни, все это есть, но чтобы зайти в кабинку и нажать кнопку успех, ну такого нет. Ну, мне кажется, вот вы так описали, Вячеслав Александрович, что вот, значит, играл в хоте и многого добился, переехал в Америку, но, честно говоря, вот когда я читал про ваш приезд в США и вот эти само-стоящие мытарства, ад, по большому счету, который пришлось пройти, ну, мне кажется, что многие так вот на это посмотрели бы и, может быть, даже никогда бы не захотели. Хотя, на мой взгляд, человека, в первую очередь, мне кажется, они его травмируют или закаляют вот именно вот эти испытания. конечно, можно было отказаться, уехать, да, можно было пробиваться дальше, как бы выбрал второй путь, думаю, как раз это то, что сегодня является главными моментами санкций, да, то есть, людям не дают возможность общаться. еще я приехал в период еще холодной войны, когда, ну, понятно, там пропаганда работала серьезным образом, да, когда начинаешь общаться, говоришь на языке, стараешься разъяснить ценности свои и, что нет никакого, так скажем, никакой злости против твоей стороны, то по-другому все воспринимается. и становишься друзьями, ну, ничто нельзя заменить общением. Ну, и вот, как сейчас депутат Госдумы, двукратный Олимпийский чемпион, член всех этих залов славы и так далее, еще посол организации объединенных наций, пяти программ во всех моих полномочиях, как раз это международное общение. Я под всеми санкциями, то есть мне нельзя никуда выезжать. Я считаю, упираются все мыслимые и немыслимые права. По крайней мере, должен свою позицию разъяснить тем, кто хочет ее услышать. Ну, насчет социального лифта, в этом плане система на российском все заработала таким образом, что выявлялись там для ребят и посылались на учебу, потом проходили всю эту лестницу управленческую, ну и всякую разную. Ученые там, у них свой был, так скажем, спортивный путь. Мне кажется, у нас достаточно много талантливых мальчишек и девчонок в стране. Существует, но им сложно пробиваться. То есть задача государства определить этого талантливого человека, молодого, и дать ему шанс развиваться. Это то самое сокровище, которое делает страну сильнее, продвинуть и современной. Ну, я много езжу, тут на Чукотке мастер-класс давали с мальчишками. Подъезжает мне Саненок 12 лет такой, Вячеслав Саныч, а как мне попасть в молодежку? Ну, тебе еще долго, до молодежки надо стараться, там, тренироваться хорошо, играть. Я говорю, так очень хочу играть, и так это все интересно. Я понимаю, что у нее шансов никаких нету оттуда выбраться, стать хоккеистом. Слишком далеко, система заинтересованных искать, ну, и так далее, и так далее. То есть, ну, это конкретный пример, тем более 8 лет был сенатором в Приморском крае, то же самое история. Если родители вовремя не увезут ребенка оттуда, то пробиться он будет практически нереально. Так что, да, есть всякие системные решения в этом плане. Много что делается тем же Сириусом сегодня, но, опять же, уже тоже не не резиновые. Не резиновые, да, вот если выбрали кого-то, а что если все остальные, может, более талантливые, может, еще больше там они амбициозные в плане достижения результатов. То есть, здесь есть, конечно, вопросы к тому, как система должна работать. Те же Олимпиады, насколько, да, они сегодня покрывают весь спектр, да, все эти ЕГЭ, насколько они сегодня, в общем, закрывают путь талантным ребятам в какой-то определенной области. Ну и много чего. То есть, мы должны понимать, что страна, которая подарила миру огромное количество великих ученых, конструкторов, инженеров, спортсменов, артистов, художников, поэтов, писателей, генофонд никого не делся. То есть, этих ребят надо искать. Дать им возможность, в общем, реализовать свой талант, и это будет только на пользу государства. Не знаю, может быть, совсем утрирован насчет кабинки лифта, но зачастую мы видим, как какие-то должности в стране получают ребята молодые, которые не имеют ни опыта практического, ну и, наверное, скорее, достаточного таланта управленческого, чтобы этим заниматься. А что происходит дальше? он таким же окружает себя людьми. по уровню, так скажем, восприятия ситуации, но всем остальным пробиться сложно очень. Так что здесь у нас, мне кажется, колоссальный потенциал заложен в плане, в общем, будущего нашей страны, которая, в общем, сегодня приняла серьезный вызов, вызов, связанный с выживанием, мне кажется, да, мы об этом тоже даже не забывать. И нам очень талантные ребята очень нужны сейчас, которые могут заменить все то, что у нас забрали, на что мы рассчитывали, надеялись, и в итоге, в общем, сегодня нужно искать решение. Решение могут найти только талантные ребята. Я много езжу по зато, так называемому, которые в свое время были созданы для того, чтобы двигать наши технологии, нашу промышленность, космос, а не знаю, атомную энергетику. То есть страна в свое время создала систему, которая дала возможность собрать в конкретных местах талантливых людей и нарабатывать то, что в мире ни не существовало. Приезжаешь, допустим, в Саров, и понимаешь, что здесь это место силы. Как-то так сложилось, что Сарафим Саровский и атомные бомбы родились в одном месте. И ты чувствуешь, здесь мир получил баланс. Баланс благодаря вере, благодаря таланту наших людей дал возможность в этом балансе развиваться при всех конфликтах, которые происходят. Если бы не было атомной бомбы, то, не знаю, как бы мир развивался сегодня. приезжаешь на маяк в Челябинскую область, ты чувствуешь, что здесь разложу что-то очень важное. А когда ты понимаешь, каким образом это произошло, 10 тысяч арестованных не за что здоровых мужиков копали котлован под атомный реактор, полной секретности, и каким образом там все это без всяких проектных документаций, в кратчайший срок была запущена вот эта уникальная система, как там погибали люди для будущего, тоже понимаешь, это та земля, которая опять же дала миру возможность цивилизованную, в общем, иногда и за счет конфликтов, в том числе и военных, в общем, в целом есть баланс. И это тоже, в общем, должно быть понятно нашим детям, молодежи, что они живут в той стране, которую можем перечислять огромное количество всех наших великих соотечественников, которые, в общем, дали цивилизацию, если же мы понимаем, что цивилизация развивалась на нашей территории, это все эти раскопки, и музеи, и документы всякие, в том числе и церковные, нам об этом говорят. Мы тоже, в общем, должны об этом сегодня рассказывать молодым людям, что они понимали, что они живут на земле, которая серьезным образом влияет на ситуацию в мире. То есть, не надо тебе будет потом поднимать руку на вопрос, хочешь, что ты уехать из страны. То есть, ты должен понимать, что ты можешь здесь сегодня очень многое сделать, добиться результата, стать великим конструктором, ученым. А поможет ли увеличение какого-то уровня сакральности всего происходящего росту, улучшению какому-то в стране? Уровень сакральности за счет вот этого вложения силы возникло что-то такое, что страну потом двигало вперед. Был Серафим Саровский в Сарове, который святой человек. И на том же месте как бы тоже организовался другой какой-то центр. Где там на Бомбе родилась. Да, 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 да. Ну, Саров. И мой вопрос в том, можно ли просто увеличением уровня духовности какой-то и понимание того, что наша работа это что-то в том числе и сакральное. Можно я тебе отвечу за мной из вопроса нам? Давайте. Вот в книге Вячеслав Александрович очень для меня это было поразительно описывает Тарасова величайшего тренера как он на собраниях он интересовался не только главной командой но и молодежной и юношеской то есть там мог похвалить или там поругать ну то есть он был включен в курс дела не только там бастеров но и нижних. Мне это очень напомнило адмирала Федора Ушакова который будучи величайшим адмиралом не проигравшим ни одного сражения но при этом он на кораблях он был не только на своем флагмане но он ходил по всем кораблям он мог с самыми простыми матросами делать самым растений и поэтому имел огромное уважение нет ли здесь проблемы в том что у нас между старшим поколением и младшим не так много просто тех людей которые готовы не где там почивать на лаврах а конкретно просто идти и делиться своим опытом вот а там будет опыт и духовный и опыт именно профессиональный и так далее ну и жертвы здесь тоже мы же тоже об этом говорят не только те кто копал котлован но и те кто в общем запускали реактор там серьезное облучение были люди тоже в общем потеряли жизнь потому что в общем они рисковали погнали за что они рискуют сегодня ребята которые воюют они тоже воюют за будущее за то что чтобы мы могли вот этот путь найти в итоге да и найти эту систему поиска талантных ребят нацеливать их на результаты на конкретных примерах вот мы же видим что в последнее время фильмы про людей конкретных вызывает повышенный интерес в том числе и спортивные фильмы то есть люди устали от каких-то фантасмагорий и надуманных героев то есть нужен конкретный человек обычно это из простых семей ребята которые имели возможность в общем стать знаменитостями мировыми знаменитостями для этого нужно иметь талант поддержку семьи систему которая даст возможность этот талант раскрыть и дать возможность дальше двигаться не только раскрыть но и двигать дальше свои таланты потенциалы тарасов как пример уникальный на самом деле только к молодежи он к детям к нам приходил я в 10 лет его увидел первый раз он был не только великим тренером практиком теоретиком писателем философом но он был крутой оратор он понимал что если я сегодня не приду к детям не расскажу в чем секрет успеха то я буду себя потом ругать я не знал ни одного человека после него который ходил именно к детям потом когда его выгнали незаслуженно из спорта он не обиделся он пошел возглавил золотую шайбу он ездил по стране общался с мальчишками потом он открыл кафедру тренерскую институте в Москве физкультурном там делился своим опытом я не знаю другого такого человека то есть он миссионер по большому счету и я могу сказать что я благодарен судьбе что этот человек постричался он приводил на собрание детско-спортивной школы великих мастеров мы их могли поувидеть в то время потрогать он разрешал посмотреть тренировки когда тренировались мастера то есть он понимал что эти моменты визуальные они очень важны в воспитательном моменте тоже да мы все что хорошее должны сегодня вернуть в нашу жизнь обязаны искать решение изучая опыты мировой и всякий разум тем не менее в общем будешь опираться на то что у нас было было хорошее много чего было хорошего поверьте я не голословно это заявляю мне есть с чем сравнивать я понимаю вообще смысл конечного результата он не просто так рождается не просто так и здесь мне кажется в нашей стране вот этот момент был в свое время один из самых так показательных что ли здесь ничего нет зазор чтобы все это изучить обобщить и принять руководство действия и да не стесняться свет вы в одном интервью сказали что тренер который берет деньги у детей не может называться тренером я правильно вас понимаю что на сегодняшний день вот то о чем вы только что говорили можно было бы этого добиться тем что просто сделать систему бесплатного спортивного образования для маленьких детей где никого не привозят на показы и не платят большие деньги за них я правильно улавливаю деньги крутятся сейчас в детском спорте дети несут тренеру там эту денежку я не могу представить чтобы Юрий Александрович Барин мой тренер взял там деньги за то чтобы там подкатку какую-то делать дополнительно за место там в первой пятерке и так далее то есть мы сегодня не понимаем что мы творим но самое страшное что в этой истории это ребенок знает о том что папа мама платит за то что он там играет там во второй первой пятерке это самое страшное что может быть но самое страшное что в итоге через какое-то время он выйдет на тот самый рынок где он никому не будет нужен что получилось за это время родители обманули ребенка ребенка ребенок обманывался потому что он думал что он крутой тренер который взял деньги уже тренером никогда не будет в итоге мы получили что потеряли талантливый парчишек девчонок воспитали посредственность которая тоже никому не нужна и что мы в итоге имеем где мы сегодня могли бы найти таких людей как Тарасов и где вообще брать вот этих героев на ваш взгляд которые могли бы стать примерами знаете я точно могу сказать что если систему правильно наладить то у нас Овечкиных будет рождаться выпускаться из детского хоккея каждый год там 5-10 это все есть на самом деле нужно поменять вообще подход как нужно стимулировать тренера не за то что он там собирает детей денежка за конечный результат дать им большие деньги в итоге чтобы он понимал что он занимается очень важным делом если мне в свое время страна дала клюшку коньки в руки почему мы сегодня не можем это дать у нас сегодня семьи которые не имеют лишних денег не могут в общем детей отдать хоккейную секцию это же уже объективный факт это дорого очень очень дорого и самое главное что в итоге мы этого ребенка обидели уже я считаю что здесь мы обязаны переформатироваться как можно быстрее да тот тренер который нашел Юрий Александрович дайте ему который воспитал хоккеиста который попал на уровень даже континентальной хоккейной лиги дайте ему хороших денег чтобы он купил квартиру себе чтобы он понимал что он завтра должен идти по улицам искать другого парня воспитывать его и он будет и в почете и в уважении и все такое прочее без спортивного принципа без соблюдения этих всех критерий и правил то мы результата не будем иметь конечно как говорится формула больших чисел она никуда не девается рано или поздно появляется специальный талант но в целом мне кажется вот эта атмосфера где деньги впереди детском хоккее в спорте воспитание то мы ничего хорошего в итоге не получим пришли родители принесли ролик во время игры такой мальчишка поворачивается в маске папа а что этот дурак тренер меня не оставит ты же денежку ему заплатил ну здесь наверное комментариев нет смысла дальше давать вот и вся история а кто сейчас препятствует вот отец Павел начал задавать этот вопрос спасибо что ты транскрипцию мы просто кто-то этому препятствует или сами может быть уже тренеры ну вот в православии есть такая ну в общем известные слова апостола Павла что корень всех зол сребролюбия понятно что если например уже тренер нашел какую-то жилу и он уже как бы немножечко продался это жили да и вот так сейчас перестраиваться может он не захочет то есть каким образом это все можно переформатировать то есть с учетом что с божьей помощью сами же ответили на вопрос который вы мне задаете но это огромный бизнес на самом деле и да его кто-то должен остановить и посчитать все выгоды которые будут мне кажется все это возможно сделать на самом деле здесь нужно ну жесткое руководство всего и понятная система поощрений ну и контроль конечно здесь же все понятно каким образом все это остановить тут например это привожу мне тут один товарищ звонит ну из властных структур он говорит слав слушай там в одной школе с московской там конфликт внука с тренером вот его выгоняют я говорю сколько ему лет он говорит десять меня в десять приняли только в ЦСКА а то его в десять уже выгоняют потому что конфликт у тренера с папой или с кем там с мамой я не понимаю так вот что мы в итоге добились я тут всем рассказываю как пример задаю вопрос кто последний воспитанник ЦСКА который добился мирового признания отец Павел ты как хоккейного хоккейного мирового признания мирового который вырос с шести с семи с восьми лет или с девяти в ЦСКА прошел все переустановление стал мега мега звездой мы же о ней говорим сегодня ну это Фетисов нет ну а кто ну Датсок он из Челябинска нет не местный нет Паша Боря а Павел Боря а он сюда был в ЦСКА а до него кто был фанаты ЦСКА ничего не знают про историю клуба все пошел пить второй после него это Володя Крутов который пришел мальчишкой потом я иду потом Валерий Борисов Харламов третья где-то в 15 лет пришел невоспитанник с детства мне кажется ну ты пожалуйста за 100-летнюю историю в общем мальчишки появлялись там где появился тренер хороший где была нормальная обстановка ну и так далее когда сегодня детей в возрасте 8-10-12 лет свозят в известные клубы и опять забывая про всех остальных которые уже никому не интересны то получается то что получается если бы ребенок как Паша Дацюк или как тот же Кирилл Капризов вырос один на Урале другой в Сибири в семье во дворе в своей школе общаясь со своими сверстниками да таща команду за собой если она там плохо играла то есть качество вырабатывается не всегда там где селекции в этом возрасте да где всех уравнивают а там есть призят из тренера он может не увидеть талантливого игрока а он естественным образом уже развиваться не может так что есть разные так скажем подходы ко всему как это возможно правильно сделать так что мне кажется здесь систему нужно менять чем быстрее тем лучше а насколько ее менять вот в книге очень подробно описываете Виктора Васильевича Тихонова я как раз понимаю и видно что отношения с ним причинили определенную боль а с другой стороны где-то вы даже и оправдываете его потому что была сама в общем и советская система да и собственно результат приносил вам бы хотелось чтобы вернулась примерно так как это было при нем или вот такая вот жесткая система а что при нем ну при нем то что вот он то есть он же выдавал результат то есть когда все жили на сборах жили на сборах вот жесткая дисциплина тренер как некий такой диктатор по сути я другой пример наверное знаю тот же Тарасов потом это Скотти Боуман с которым мне удалось поработать это люди которые побеждали с разными поколениями Виктор Васильевич досталось поколение талантных ребят которые в общем сумели так скажем добиться результата вместе с ним еще раз хочу сказать что мы были молодыми ребятами стали первой пятеркой страны старше мне было 23 года младшему там Ларионова 20 мы ему верили как своему второму отцу когда получаешь безграничную власть становишь уже не тренером а еще кем-то то начинается все конфликты в итоге в общем да мне кажется он не захотел чтобы мы были самостоятельными успешными что мы вышли из-под контроля и в итоге мы и доказали что мы сумели добиться результата уже в пожилом возрасте признание без него сложно было нам как-то простить мне так кажется не знаю о ушедших людях стараешься как-то минимально так скажем о негативе говорить это тот самый случай да вот есть такое понятие что диктатор не диктатор а может по-другому как-то определить да человек который после себя хочет видеть выжженную территорию чтобы вспоминали только его поэтому не было ни преемника не он не воспитал ни следующего тренера ну мне кажется он хотел остаться в истории как вот так и получилось на самом деле сисканье выигрывало да долго 15 лет по-моему или что-то такое даже больше по-моему выиграли уже КХЛ уже было еще раз хочу просто сказать потому что много разговоров на эту тему в книге это по свежим так скажем следам хотя у нее была возможность ответить на все вопросы которые там были озвучены да мы ему верили его уважали да мы пахали как никто четыре раза в день на предсезонках на пульсе 220 в нужный момент он как-то так посчитал что мы чем-то обязаны мне кажется это не совсем правильный подход мы сделали общее дело и от наших тоже много было всегда весело все мы могли слить тренера вообще без без проблем мы по-другому были воспитаны мы понимали что это как бы наша ответственность перед болельщиками прежде всего перед страной если говорить о сборной перед семьями нашими которые нас поддерживали все это время поэтому мы как бы жили в той ситуации как ну старались как могли ну и выходили на каждый отрезок игровой на сто процентов и здесь к нам вообще претензий не должно быть никаких то что он поступил как поступил ну как бы это его уже а вот вы в семинаре говорили что сейчас молодежь это правда так очень популярны сейчас стали фильмы некие запросы это есть на фильмы про героев потому что из спортивных есть фильм я его смотрел легенда из семнадцати про Харламова вы видели этот фильм? конечно я могу сказать что я его по сути дела и поддержал в самом начале вот то что там рассказывается про Харламова и про некую вот ситуацию как-то вот в хоккей выстраивалось это то есть это ну вот именно так это было или там все-таки еще есть какое-то режиссерское такое веселье художественный фильм это художественный фильм про автора как раз на какие-то там свои трюки режиссерские там не знаю авторские ко мне ко мне пришел мальчишка чеченец сын моего друга получил образование в Америке и здесь говорит Вячеслав Саныч я в туре был руководителем российского спорта работал он принес сценарий про Харламова я всегда его боготворил вот написал на самом деле я почитал интересно звоню Никите Михалкову говорю Никита Сергеевич идет парень посмотри принес сценарий не поговорили он взял сценарий положил стол и какое-то время спустя в общем фильм появился в том числе и молодежка в том числе с Федором Дарчко мы говорим Федь пора уже сделать сериал про реальные истории тем более молодежный хоккей это не только там спорт это жизнь это становление ребят это взаимоотношения в команде это постановка достижения цели это спрессованная модель жизни в общем молодых людей кстати молодежка тоже один из самых популярных сериалов был другой пример это движение вверх к этому две жены не разрешали использовать имена своих мужей в фильме это жена Кондрашин тренер и жила Саша Белов ну я программе себе у себя на звезде собрал студию пригласил продюсера одна жена приехала красави Белова ну и там начался конфликт опять разборки какие-то я говорю обращаясь к жене Саше смотри по кассе самый кассовый фильм получился все в восторге можете представить каких-то разборок в основном финансовых да и если ты в итоге не согласилась с использованием имени твоего мужа представляешь победные голосы забывайте не Александр Белов а Вася Тюткин представляешь какую-то память готовила вообще своего мужа который ушел из жизни рано и она поняла что да то есть никто не будет копаться уже в исходниках фильм сказал что забил не Белов а тут другой так что наглядные фильмы они сегодня очень важны в плане понимания чувствуют результат как его добиваются люди проходят испытания и там был тоже один из конфликтов что там поменяли почему этот конфликт что поменяли там историю жизни то есть госпиталь был не до Олимпиады а после ну понятно что для того чтобы сюжет был такой динамичный но они приняли решение его поменять вот такие конфликты иногда приводят к тому что ну есть некое возмущение естественно там все эти вот болтающиеся на проводах хоккеисты Харламов Гусев это конечно такого не было но пахали много там все эти тренировки в свое время кстати Тарасов кажется опередил время по подготовке спортсменов к сезону помимо психологии кстати он изучал систему подготовки балетных ребят он проводил часами временно репетиции моисеевского ансамбля он смотрел на самом деле каким образом формируется сила ног а это как в итоге стало общим определяющим то есть мы по физическим данным были выше всех ну и самое главное то что нас учил Тарасов даже детей пацаны если вы поймете что у вас на груди то что важнее чем у вас на спине то есть название команды страны то вы будете непобедимы то есть достаточно как бы просто но в итоге в смысле там много философии было заложено и этим руководствовался все время то есть если ты понимаешь в любом деле да руководя федеральным органом исполнительной власти ты понимаешь если у тебя важнее то что на владении то что на спине то ты сумеешь добиться результата так что да как-то так важно на самом деле что фильмы про известных людей сегодня ну понимаем сейчас про известных артистов и ученых да востребованный сериал и все все что с этим связано время пришло наверное нам нужно на кого-то ориентировать молодежь нам нужно говорить что здесь в этой стране на этой земле да формировался в общем потенциал мировой культуры науки спорт здесь много чего интересного изучив этот опыт ты можешь быть продолжательным мне кажется сегодня девиз для молодежи продолжать дело отцов и дедов это наверное может быть самым главным девизом не просто большая ответственность но тем не менее кажется достаточно банально просто но да хочешь вот вы описывали когда молодежные команды полетели на встречу с канадцами и юношеская команда юношеская я сразу вспомнил насколько вообще развит в Америке ну в Северной Америке спорт и студенческий и юношеский там одно такое мартовское безумие в НБА что стоит в общем да и Sweet Sixteen Final Four да национальные праздники на самом деле да и то же самое и в хоккей и в бейсболе ну я прямо скажу что как бы я в коем смысле радуюсь за них что у них это есть да то есть не то что не хочу говорить завида не завида но то есть это очень круто когда там собираются полные трибуны там это люди болеют за свою юношку команду там за студенческую ну это просто это поразительно и 100 тысячный стадион приходит за студентов болеть вот или 100 тысячный футбольный стадион приходит за студентов болеть это культура на самом деле это же серьезно я как раз сейчас в последнее время топлю за то что нам обязательно нужно вложиться в развитие студенческого спорта инфраструктуры системы соревнований где мы воспитаем нормальных людей плюс это будущие болельщики ну и здоровый образ жизни и много чего колоссальной конкуренции школьный спорт должен быть основой здоровья нации здесь мы можем спокойно изучать тот опыт который на самом деле очень наглядный и полезный и здесь нам не надо стесняться учиться тому что на самом деле работает и работает хорошо и там же все вокруг даже вот для тех кто ребят которые нас смотрят там же все вокруг завязано этого спорта потому что не только там разные несколько команд в УЗИ но еще эти чирлидеры оркестры тренеры массажисты комментаторы и много чего кстати то есть это целый целый такой пласт и он как бы естественным образом сам себя двигает ну все и патриотизм там одновременно со всем этим да потому что ты уже не только Россия а у тебя уже там не знаю пенза твоя да им до лампочки олимпийский чемпион то или нет то есть чемпион страны он выше по обладателю кубка Стэнли чемпион NBA он выше по рангу чем любой олимпийский чемпион то есть это тоже к тому что мы сейчас отовсюду изгнаны значит нам надо поднимать сегодня шанс престиж престиж наших внутренних соревнований когда я вижу сейчас вот кубок легкой атлетики пустые стадионы ну противно спортсменам при всей ситуации что они в общем сегодня обделение вот этой возможностью участвовать при полных трибунах в стадионах мы не поддержим их почему не не собрать стадион там где сегодня сильнейшие спортсмены выступают тоже в общем требует и понимания осознания как это должно работать но я вот еще один пример наверное мы выиграли кубок Стэнли в Детройте 15 полтора миллиона людей вышли на парад полтора миллиона людей богатых бедных разных цветов кожи вероисповедания для них это был праздник и потом недели спустя когда мы попали в аварию вместе с Володей Константиновым и Сергеем Мансакановым десятки тысяч людей разбили палаточный город вокруг госпиталя молились за за жизнь и здоровье русских пацанов мы тоже в общем такой момент который ну мне сложно забыть я это все сам прожил и понимаю что вот такие вещи иногда они вот меняют стереотипы всякий раз да и ты понимаешь что да вот последние похороны Высоцкого грандиозные в плане такие общенародные потом через год Харламов погиб и там полмосквы людей пришли провожать последний путь своих кумиров все с тех пор ничего посмотрите великие артисты уходят в узком окружении великие спортсмены и все такое прочее вот мотив хранил Ярослава весь ну там конечно траги я говорю о другом да то есть мы понимаем что тоже мы упустили в этом моменте и конечно что это связано с осознанием того что прийти проводить кумиры таким-то образом ну тоже в общем создаешь этот момент единения да вот и на этом смысле в это непростое время то есть все это было куда-то все ушло как тут все ушли в этот собственный мир вот у меня сейчас не общаемся и не понимаем на самом деле в чем важность силы земли нашей именно в традициях в устоях ну тут же смысл дружбы только у нас на нашей земле поверьте везде он существует как как понятие да но смыслового все у нас было тоже в общем могли отдать другу последнее поделиться всем что есть тоже в общем обменял нас как никого на этой планете и да являлось тем моментом что никто и не пытался сюда как-то постоянно лезть попытки были а в итоге вот так то что произошло то что произошло но я думаю поэтому как раз и били разрушая систему страну образование дружба стоят традиции история страны люди которые эту историю творили появились мультяшные кумиры для наших детей ну все нам не надо врагов у нас много чего здесь происходит непонятно вот мы говорили про и достижения и советского народа и при этом я в книге читал описание 91 года для меня это было очень странно потому что я был совсем маленький ну сколько там 9 лет было мы попали просто мы ехали по МКАДу древний МКАД когда одна полоса в одну друга в другую вот и там ехали там то ли техника ехала что-то еще было и поэтому я очень обрадовался этому естественно потому что я хоть что-то вижу в общем помимо церкви но я как бы конечно я был совсем маленьким и я никогда не понимал и масштаба того что произошло в 91 году вот когда читаешь то я понимаю что был какой-то вот какой-то вот кураж какое-то обрушивление что происходило в 91 году вот как очевидец этих событий страшное время я кстати постоянно привожу пример то что у меня самому пришлось пережить у нас 19 августа как раз день рождения моего отца кстати два дня назад с ним сидели что-то вспоминали всякое разное и мы прилетели с женой с Настей Настей было три недели на тот момент прилетели в Москву для того чтобы отпраздновать юбилей моего отца 60 лет у нас квартира на Тверском бульваре посмотрели в окно и увидели танки конечно такая очень непростая история у меня есть фотографии где кстати скандинаву прислали когда с танкистами там иду беседу чтобы они ни в коем случае не не стреляли по людям такая странная история была атмосфера это непонятно весь бульвар и Тартас везде танки все-таки наш товарищ Николай Доморадский в то время был командиром части в Новогорске в общем день рождения отца мы отметили вернулись обратно оставили Настюшу трехнедельную с бабушкой 90-летней и пошли на баррикады к Белому дому вот идешь трассирующие пули летают люди выбегают там с разных сторон автограф там в то время афонов не было сфотографироваться и ты никак не понимаешь это же наши люди все что произошло на самом деле вот этот страх который ну непонятен но конечно серьезным образом один из страшных моментов в моей жизни когда я шел по этим улицам стоял среди людей которые в общем пришли что-то защищать я всегда говорю слушайте я никогда не хочу пережить этот момент еще раз в своей жизни страшнее этого в общем в своей стороне в общем ничего быть не может да и потом приехал по-моему Горбачев ситуация разрядилась ну как-то мы уже с женой которая кормила там Настюшу с тещей в общем стояли там взявшись за руки с людьми с другими людьми и опять же вот это ощущение трассирующих этих пуль которые летали над головами конечно страшная вещь и не понимаешь кто с той стороны твой сват твой брат твой друг родственник товарищ по команде да конечно ну дожили мы этого страшного момента и я всегда говорю что не дай бог что это вернется мы должны это очень четко осознавать это ни к чему хорошему не приведет и я это чувствовал у нас конечно человек который все время на острие борьбы а спорт это борьба да я ощущал что не дай бог может беда произойти которая в общем приведет нас катастрофе нет понимаем что семнадцатый год до сих пор не можем разобраться зачем это все мы сделали и все такое прочее то есть момент серьезный я могу сказать что один из самых страшных в моей жизни жизни многих людей которые оказались в тот момент очень конечно я понимаю такое трагичное событие было это вот авария в которой погиб брат младший насколько вообще это не то что просто отразило в жизни а насколько вообще можно сказать что это пережто до сих пор или это вообще на всю жизнь такие страшные вещи конечно на всю жизнь как сейчас помню едем мы домой спокойно дождик сзади машина моргает раньше это было мод я как бы ухожу вправо летает мимо впадает в лужу в жигуленок крутит он бьет меня в левую часть машина тоже раскрутил и выбросил на стол практически там ничего сделать было невозможно этот демон выскочил между двумя там столбами и в общем ничего с ним не произошло да это остается навсегда мама во время во время финального ужина в общем сказал сынок ты должен жить за двоих тихо такой момент такой момент помог вперед мне может быть каких-то тоже мысли которые связаны с дальнейшей жизнью есть смыслы нет для меня Толик был как не только младший брат как сын и мы много время проводили много насколько было возможно позитивный парень в этой связи вот уникальный момент каждого 11 июня можем прийти на кладбище Хугопрудный увидите ребят по команде все эти годы каждый 11 июня его команда приходит на могилу когда ты смотришь за росшие могилы родственники не ходят к своим родным а здесь пацаны которые в общем расстались в 17-летнем возрасте вот что что для них было Толик каким образом это все отразилось на их дальнейшей жизни да вот приходят уже с сыновьями я тут последний прошлый июнь в этом году как раз ребята все собрались стали поминать разговаривать ну отец приезжает и ну близкий друг Толика пришел с сыном который тоже хоккеист сейчас и знаете какой-то вообще пример того что на самом деле не поддается никаким осмыслениям да вот все вдруг ну и вдруг он говорит слушай ну вот мой сын ему 17 лет он сменил уже 6 команд а мы как нас собрали там 8-летних или пацанов мы были вместе совершенно другая философия да вот мы сегодня стараемся этих выгнать того в итоге получаем разрозное общество которое не ценит ни бренд ни цисковский ни спартаковский никакой ни динамовский потому что это уже бизнес начиная с детства если окунуться то сегодня детей переманивают их куда-то агенты появляются их куда-то продают для чего мы это делаем я не понимаю вообще то есть вот этот смысл тоже того что Тарасов говорил то что у вас на груди должно быть важнее того что у вас на спине оно тоже в общем имеет такую важную функцию воспитания на самом деле мета Кризанова на самом деле проще наверное не объяснить то что происходит в обществе да вот так эта команда ИЖО друг друга поддерживает скорее всего он является ангелом-хранителем этих пацанов ну уже пацанов им 67-го года уже 57 57 лет так что да вот такой интересный опыт связанный с моим братом насколько он был уникальным человеком чисто но к сожалению я ничем не мог ничего не мог сделать в тот момент у меня был опыт он конечно гораздо менее ну и вообще на этом здесь нельзя сравнивать менее более мне было 21 год когда у меня невеста разбилась на машине насмерть и я ну то есть мне это очень помогло в том контексте что я очень стал не просто ценить жизнь но у меня вот это осознание что на самом деле все временное и что нужно ценить то что вот здесь сейчас оно мне помогало просто ну вот я ну это странный пример я помню мог прийти очень усталший домой дети хотят там чтобы я с ними провел время а я просто с трудом вот мне ничего не могу но я вдруг понимаю что ну представляешь вот ты же не знаешь сколько времени вообще всего и мне это прямо мне это даже где-то побуждало вас не было вот такого что то есть я даже как-то вдруг понял что то есть может быть если бы этого не было я может быть и не ценил бы даже так жизнь вот именно настоящий день который сейчас есть и тех людей которые меня окружают естественно прежде всего одних своих самых близких людей мне тоже был опыт чуть раньше когда был парализован от пояса вниз мне исполнилось только 20 лет пришла слава огромный там стал чемпионом мира лучшим защитником в 20 лет получил офицерское звание орден моей страны купил машину газ 2410 у меня появилась однокомнатная квартира в Москве в общем деньги были что хочешь да и конечно так называемые медные трубы они на самом деле серьезным образом влияют на дальнейшую дальнейшее формирование крышу сносит конечно вот и так случилось что я был парализован шансов было мало что я буду нормальным человеком в то время спинальные травмы они в общем практически не ну не восстанавливали человека спортсмена тем более такого уровня да ну вот появились два доктора волшебных которые не традиционными на тот момент способами в общем вытащили меня по сути дела я понял что это не я это семья это команда это страна это много чего я по-другому стал ко всему относиться с тех пор да я понял что да вот какое-то время друзья ходили в госпиталь потом ну понятно там свои хлопоты осталось только совсем близкие люди и тоже это в общем такая философия жизни которая много чему научила в той юном возрасте так что да иногда вот сверху прилетает знак который ты должен или принять как руководство к действию до конца жизни или в общем иметь большие проблемы так что да вот опыт такой у меня появился в юном возрасте и мне это сильно помогло на самом деле а бывали еще какие-то ситуации которые вы воспринимали как знак такого ну может быть не такого же уровня просто повлиявший на нашу жизнь что ли наше интервью тоже знаково на самом деле я верю в судьбу на самом деле и понимаю что каждый человек приходит на эту землю с определенной миссией и прожить свою судьбу можно мне кажется в том случае когда ты найдешь согласие с самим собой и не будешь оглядываться каждый раз при принятии решения того или иного и тебе судьба даст шанс в общем двигаться по жизни ну пожалуйста не пройти мимо от этого знака а мимо человека который повстречался с тебя в жизни да вот парень из бараков стал самым титулованным хоккеистом в истории мирового хоккея достаточно успешным тренером за короткий период результативным министром сенатором депутатом сегодня в общем послом организации военных наций по пяти программам возглавляя старейшую в мире природоохранной организацией мне это очень нравится то есть ну как это не поддержка сверху и да и невозможность в общем двигаться дальше не оглядываясь иметь свою точку зрения отстаивать ее потому что ты понимаешь что в общем да это то что все не нужно нужно не только тебе но и нужно многим людям непростая как бы позиция да но тем не менее я вот настолько уверен в этом смысле двигаюсь по жизни что да здесь моя семья меня поддерживает и друзья которые сформировались обычно говорят что друзей по ходу жизни найти нельзя мне кажется совершенно с точностью наоборот только с возрастом можно найти тех людей которые разделяют твои ценности те люди которые могут стать рядом те люди которые помогут совместно двигаться дальше на самом главном мимо не пройти этих людей тоже очень важный момент еще раз судьба человека это то что в общем он сам в итоге с поддержкой так скажем Всевышнего да вот творит на этой земле и мне обычно не так жалко тех ребят которые вдруг начинают теряться имея все возможности так скажем двигаться дальше по жизни искать решения не знаю заниматься чем-то тем что они даже не думали что это возможно но для этого нужно в общем усердие старание как мне отец учил старайся сынок у тебя все получится то есть я стараюсь сделать то что мне поручено хорошо и в общем как-то находятся новые возможности и я благодарен судьбе что они у меня появляются вы вот вы сейчас сказали что так много должностей в том числе упомянули оон у меня вопрос по поводу олимпийского движения но современного как вы его оцениваете я даже сейчас не про то что там международный олимпийский комитет нас прижимает и все остальное и даже не про допинги и прочее а вот конкретно вот есть идеология западная в том что с различными гендерными свободами если так можно сказать и это стало проникать и конкретно в само уже именно олимпийское движение ну вот последняя олимпиада тому яркий пример да как вы цениваете прогнозируете во что это может все вылиться закончиться беспредел полный тем более никаких оснований для того чтобы таким образом относиться к нам к белорусам не прописано нигде то есть это то решение которое принято демонами которое в общем разрушает то что создавалось столетие где спортивный принцип является главным определяющим где олимпийская деревня это символ где люди разных цветов кожи вероисповеданий образования в общем живут под одной крышей пытается в одной столовой потом выходит на спортивную площадку и там соревнуется то есть такой хороший пример того на самом деле как устроен мир и каким образом можно в общем жить да в общем попираются все эти принципы которые на самом деле сделали олимпийское движение самым смотребельным в истории человечества 4 миллиарда людей которые смотрят олимпиаду это это круто и понятно на каком принципе это все в общем строится да где спорт дарит миру героев где легенды в общем подтверждает свой класс где дети в общем находят себе кумиров на кого они хотят быть похожи где в общем много чего все вылезет поэтому символичного мне кажется в этом-то и был смысл в свое время вот этого вот этой организации именно непростые времена служить мостом объединяющим давать возможность шанс людям найти взаимопонимание ну и все такое прочее то есть сегодня это в ханале и мне кажется это связано и со слабым руководством олимпийского движения но самое страшное что меня беспокоит в этой истории это то что спортсмены молчат это тоже в общем тот самый момент что насколько они сегодня зависимы от контрактов от денег и все такое прочее спортсмены которые допускают или которых отстраняют допускают которые участвуют которые понимают что политика и спорт не должно быть ну каким-то образом пресекаться хотя пытались несколько раз мы помним это бойкот 80-го года олимпиады но это бойкот это не отстранение потом бойкот соцлагеря 84-го года но это опять же бойкот отдельных стран но не отстранение ну то есть они сами не ехали ну и конечно эти дополнительные всякие условия при всем при том что это вообще полный бред спортсменов которые допустили не знаю сколько их там было они не смотрел я считаю что это предательство смотреть спортивные соревнования сегодня где нас откуда выгнали ну по крайней мере в этой ситуации это неправильно вы кстати тоже олимпиады не смотрели я тоже не смотрела ну только открытие закрытие потому что это был медиаповод мне пришлось понаблюдать а насколько у вас изменились или может вообще не изменились отношения вот когда вот ввели санкции когда в общем по крайней мере живое общение особо стало невозможным с вот американскими друзьями из НХЛ как они вообще сами интересуются вот именно чтобы с первого хуста знать как и что ну мне кажется вот это зомбирование оно как-то волшебным образом происходит понятно это гаджеты интернет это такой вал всего через известных людей многие боятся многие не понимают когда начинаешь общение разъясняешь ситуацию то люди ой а мы этого не знаем а мы об этом не слышали а нам об этом не говори но тем не менее у нас сейчас те же хоккеисты играют играют очень успешно национальной хоккейной лиги являются такими нашими амбассадорами да ну как бы потом приезжая в отпуск в Москву мы в общем с ними разговариваем да там среди так скажем хоккеистов никаких этих разногласий нет и они там являются частью это спортивной семьи энхайловской и в общем никакого давления в общем может быть поначалу там испытывали сейчас играют звездят никаких высказываний не делают которые может быть и могли сделать но тем не менее достойно себя ведут а те друзья которых вы успели получить свою жизнь пока работали в США как-то с ними сильно прервался контакт да общаемся ну и стараемся сейчас как-то найти возможность какой-то хоккейный матч провести вместе в общем есть контакт есть понимание когда ты разъясняешь позицию то по-другому они все это воспринимают у меня еще вопрос про олимпийское движение и про то как нам дальше взаимодействовать со всем что происходит вот стоит ли нам вообще продолжать биться за право там участвовать или же стоит просто сказать что все мы не с вами мы в другую сторону и ну биться надо всегда доказывать свою правоту и я думаю здесь нужно уже рассчитывать и ущерб нанесенный финансовый моральный всякие разные иногда моральный ущерб стоит дороже чем материально восстанавливаться нельзя ни в коем случае но просить но бессмысленно мне кажется здесь нужно вкладываться как я уже сказал во внутреннее наше внутреннее развитие поднимать статус чемпиона страны было как страны да на сегодняшний момент да но это нужно понимать как это все должно работать но доказывать свою правоту считаю что это важно конечно мы немного упустили тот факт когда надо было жестко занять позицию сказать слушай без флага и гимна мы обратно не вернемся то есть тогда не было бы этих манипуляций не было растянуто издевательства то одну бумажку подпишите то другую то третья то скажите это то пято-десято то есть мы сами дали повод мне кажется вот всем этим издевательствам над нашими ребятами но так я думаю что надо готовить все эти риски и требовать обоснования всех этих принятых решений ну интересно кто будет следующим президентом олимпийский комитет посмотрим каким образом все это будет дальше двигаться я от спорта отскочу к очень известному человеку чью книгу я тоже читал и читал ее в детстве это книга почти серьезно Юрия Никулина и в вашей книге оказалось то что вы были знакомы получается по-моему то ли с племянником партнера Никулина Шуйдин и то что в книге описано что вы были в цирке на Цветном бульваре и там в гримёрке то есть Никулин Шуйдин и вы там Шуйдин кстати 105 лет в этом году советскому цирку я не представляю детство свое без цирка потому что это такая манящая сама по себе история спорт хоккей палет и цирк визитной каждой страны так случилось что в той моей детской команде мы играли вместе с Андрюшей Шуйдиным сыном Михаила Ивановича Шуйдина партнера Юрия Владимировича Никулина в общем так случилось я все детство там провел ну не все а очень часто мы ходили в цирк с Андреем видели как там все это происходит за кулисами как готовятся эти номера потом Михаил Иванович вез нас на своей машине ГАЗ-21 с пикапом там они жили на Решном вокзале высажили меня в Коронском шоссе я хридач как такое волшебство на самом деле два великих человека которые раздевались в одной гримерке оба участники Великой Отечественной войны конечно удивительные люди насколько вот та беда через которую прошла страна в частности умение перевоплотиться и смешить людей конечно уникальные сами по себе люди каждый раз я прихожу на Цветной бульвар цирк я вот все детства сразу моменты вспоминается все это как там за кулиси как все идут репетиции перед нами как вот эти фантастические отважные люди там осваивают номера под куполом много чего конечно цирк много чего дал мне много чего дал в плане там вот понимание насколько человек может при правильном так скажем тренинге и расчетах и смелости в общем творить чудеса на грани там жизни это какая-то такая особая история так что да цирк в моей жизни сыграл достаточно определяющую роль научился жонглировать пацаном совсем одно время выкидывал пять мячей это тоже так круто на самом деле мы с Андрюшкой еще ходили в училище циркового искусства который был рядом с гостиницей советской тоже там много чего интересного смотря как молодые ребята в общем устремленные колоссальный отбор был в то время цирк был знаком в нашей стране да и тоже ребята все устремленные талантливые что-то вот иногда вот такое разнообразие помогает жизни в общем понять что труд талант работоспособность на человеческих пределах возможного да дают возможности стать лучшим в профессии в мире так что да благодарен ну а то что ну конечно мы мальчишками были особо так разговоров не было с Никулиным и Шуйдиным но вот потом когда уже стал постарше пересекались с Иль Владимировичем и вспоминали эту всю историю кстати Михаил Иванович рано ушел ну и очень важный момент то что Андрей Шуйдин в общем предпочел хоккей цирковому цирковому делу то есть династии Шудиных в общем отец планировал с его старшим братом чтобы у них был свой номер и так далее он потом кстати вернулся чуть позже уже организовал цирк на коньках но это было уже другое скажем до последнего хотел стать хоккеистом то есть ну мы с ним перезваниваемся переписываемся кстати он привел сына ой сын сына ну внука в ЦСКА и в общем тоже бегал на тренировки с ним за определенное время не получилось тоже из него там супер хоккеист но тем не менее в общем мечта уж уединенных добиться успеха в хоккее я думаю она будет постоянно есть еще в книге одна такая параллель я просто похоже что-то переживал может быть в меньшей степени значит был какой-то то ли какая-то встреча не помню прямо что о спасителе я пришел и стоит невдалеке невысокий Виктор Гавридов Захарченко это такой многолетний художественный руководитель кубанского казачьего хора он его создал он собрал огромное количество фольклора так вот народный хор очень известный в стране а я его с детства слушал всегда всегда это очень любил и тут я даже боялся к нему подойти он меня увидел такой отец Павел говорит я ваш там фанат мне было так неудобно потому что передо мной стоит реально величина которого вы с детства слушаете да и я когда читал вашу книгу там есть очень небольшое описание как вы общались с Мстиславом Растроповичем и Галиной Вишневской особенно там второе описание когда они там где-то сидели вдалеке решили не подходить но как-то там а он наоборот узнал там Слава что ты это же Слава да он сказал не-не он сказал Слава что Липотворь забыл 40 друзей какое-то было общение я книжку не читал уже написан в 97-м году или 6-м пересдал статьи на раз 10 уже последнее издание сейчас тоже в общем вышло судьбоносная вообще встреча у меня дома кроме портретов фотографий своей семьи в общем других людей нет одна из немногих единственное наверное это Слава Ростропович так случилось что в 89-м году первый перерыв был в чемпионате четырехдневный ну и там кто-то рекомендовал долетите в Пуорто-Рико потому что единственное куда можем полететь там потому что визы многократной не было на тот момент да там территории по сути Америка Соединенных Штатов и мы полетели с женой не видели океана никогда поэтому захотелось слетать на пару дней мы прилетаем в гостиницу там с утра проснулись мы идем на пляж мимо этих всех витрин носом уткнулись вдруг такой сзади ну и Галка Галка смотри по-моему Славочка фетис я поворачиваюсь с моим Стеат Ростропович Галина Вишневская ой говорит правда ой здрасте там он говорит так слушай меня внимательно мы следили за всеми твоими перипетиями связанные с отъездом ты большой молодец уважаем так что у нас сегодня концерт симфонического оркестра национальной филармонии ты сходи купи бутылочку водочки закусочку и мы с Галкой придем после концерта в общем к вам в номер может быть такой номер может быть ресторан там тем более казино кругом 24 часа в сутки работают рестораны не-не-не нет домов номер ну пошел купил водки закуски там туда-сюда стук такой заходит Мстислав Леопольдович Галина в фраке Галина в вечернем платье мы с женой в шортах такой да водочкой в холодильнике достаем так рюмки там закусочка пошел в ванную взял этих два стакана зубных щеток наливает полной водки говорит да давай на брудершафт в общем мы на брудершафт выпили расцеловались он говорит теперь ты слава я слава я говорю понял просидели с ним всю ночь галка там сладой посетили там на балконе что-то по-женски мы с ним там бутылку это ухайдохали о чем о чем я никогда не забуду это его доставление которое которое меня руководствовалось он говорит слава говорит все равно обманут здесь деньги вклады в Россию покупай недвижимость антиквариат все это потом будешь меня вспоминать поверь мне ну говорит я тебе дам людей которые там помогут чтобы меня обманули то сюда в общем я благодарен Стиславу Леопольевичу за то что он в общем меня правильно сориентировал по жизни так что в то время все это было очень дешево возможности были так что человек и он все время следил до последних дней кстати после 93-го года помните он сидел там в Белом доме вместе с бойцом который у него уснул на плече звонит мне слышишь ты зачем туда пошел я не мог ну приеду ты в Нью-Йорке будешь да мы там как раз у нас еще сезон не начался прилетает в русском самоваре сели ты зачем поперся ты знаешь я посмотрел когда эти все прямые трансляции тихо так встал переписал завещание отнес банк собрал вещички чтобы Галка не увидел он еще время на меня не пустил и говорит полетел в Москву я говорю зачем я посчитал что у меня должен был там быть конечно такое особое уважение к этому человеку ну и потом в конце вечера приходит Рома Каплан там известный в Нью-Йорке друг всех он удивительный человек семь языков эрудированные вообще они вместе с Барышниковым держали там ресторан русский самовар ну где по сути дела все общались и мы там сидим как раз рассуждаем потом Слава говорит Роману Рома говорит неси счет он говорит слышь я тебя знаю там 40 лет ты ко мне пришел в гости в ресторан на какой счет ты сумасшедший думайте что сказал великий мастер он говорит Ромка вот я все время ходил к тебе я в Севбродске еще был там партнером никогда не просил счет сейчас я вот приехал пораньше смотрю напротив открылся русский бар то есть у тебя появился конкурент так вот туда я должен идти и просить скидку максимальную тебе я сейчас должен идти и платить по счету знаете величина человека просто удивительно на самом деле ну короче чуть не подрались в итоге так Славе пришлось уступить так что да вот такой человек который серьезным образом повлиял на мою жизнь я до конца благодарен ему еще был вопрос не пишите книжек друзья иначе вот потом да потом да придется да сидеть объясняться разъясняться все что происходило 30 лет назад конечно другому оценится со временем но не настолько да ну в книжке это как раз это еще фильм сняли про меня да вы же не видели нет что же плохо называется Слава четырехсерийный игровой фильм представляете сколько бы тогда длилось наше интервью да да если бы еще его посмотреть Слава сбежать но на самом деле это история где вы попали будучи в Америке в церковь местную вы как-то ходили туда иногда или или просто там были какие-то там знакомства не ну были какие-то русские церкви далеко от консульства на годностой 93 по-моему улице да такой серьезный храм был да ходили постоянно по возможности там недалеко у нас дочь родилась как раз в Нью-Йорке потом мы ее крестили уже в другом месте в Нью-Джерси там греческая русская церковь там совмещала один приход да там мы крестили дочь нашу а сейчас ходите в церкви здесь здесь да в России ну конечно я стараюсь посещать много путешествий на самом деле удивительные места везде ну как сказать я не воцерковленный я человек к сожалению но как говорит бабушка моя там Господь должен быть внутри человека и не всегда нужно там постоянно ходить в церковь но в силу разных обстоятельств может быть не пришло время там постоянно посещать посещать церкви но так да но если нужно будет заняться воцерковлением вы обращайтесь в принципе всегда готовы помочь интересно у меня появился опыт когда буквально в течение нескольких месяцев я посетил Афон потом Иерусалим и Ефлеем так тоже такое просвещение какое-то но когда я вступил на землю Афон у меня было такое ощущение что это здесь был несколько раз когда с Ефремом мы говорили он говорит да ты много раз пытался приехать но скорее всего не та компания была не то время поэтому Божья Матерь тебя приняла можешь в любое время приезжать уникально вообще три месяца много чего в моем сознании поменял сейчас ну там и ребята друзья появились в это непростое время там с Вифлеема звонят там рассказывают что происходит тоже попрятали все эти иконы удивительно наше время на самом деле да так что ну я постоянно стараюсь на Афон сейчас тоже невозможно поехать для меня это закрытая история туда при первой возможности обязательно слетает тоже такая благодать особая ни один вопрос остался связи с тем что вы сказали и до и сейчас вы много говорили про то что нужно менять систему подхода к молодежи насколько в вашем опыте будет важно туда добавлять и вот эту духовную составляющую как вы думаете очень важно вера в Бога как и кто им мог бы об этом рассказать ну я думаю что здесь опять же это такой процесс непростой да прежде всего семья я думаю семья школы мне кажется это такая очень большая работа которая требует вообще без духовности мне кажется мы доминировать не сможем это наша главная сила я могу сказать что про нашу команду сняли американцы 4 фильма с канадцами вместе мы уже закончили играть я задаюсь вопросом а чего вдруг а мне кажется они хотели понять смысл этих пацанов которые такие же как все остальные но доминировали красиво играли я тоже думаю они никогда не смогут разгадать секрет того успеха он прежде всего основан на духовности на вот этом смекалке на коллективном творчестве на желание играть друг за друга друг на друга где то что нас тарасов учил философия то что на груди у тебя должно быть важнее то что на спине в итоге получается что если таким образом живешь действия то что то что на спине возрастом будет доставлять тебе больше удовольствия учив успех развиваясь вот в этом в этой гармонии понимая что ты вместе с семьей с друзьями по команде со стороны в общем добился тех результатов чтобы часто этот вопрос на самом деле что чего стоит вообще успех и как его добиться и на самом деле ну что это значит ну конечно добиться успеха очень непросто повторить успех нереально тяжело а жить в успехе это смысл смысл который поменяет тебе приоритеты по жизни расставит который тебе поможет не останавливаться на достигнутом ну и все такое и прочее понятно в юном молодом возрасте хочется все и прямо сейчас не бывает не бывает и это как раз то гармоничное развитие которое ты должен в общем ну ощутить на себе и передавать учить своих детей внуков всему это да устоит традиции люди которые эту историю творили дружба это те те наши преимущества при всеми остальные если мы это детей наших на оч то они будут в общем нам благодарны иметь ввиду как нация наши конечно как нация говорю здесь осознание того что по-другому не получится должно быть серьезной задачей для всех для нас прежде всего для тех кто понимает смысл церковь играет в общем определяющую роль в воспитании тем более мы сейчас сталкиваемся с наступлением демонов по всем по всем по всем направлять сегодня сложно себе представить что ребенка или внука будут переначивать переодевать перенацеливать неприемлемо пока не менее для всех тех кто в нашей стране в общем имеет разум и понимает к чему это может привести а это в общем в том числе духовность вот как сказать моя бабушка меня тащила крестить когда я там был младенцем опять же это же 58 год на самом деле вот и гонение и все такое прочее слава богу церковь на нашей территории да в Адыкинской она в общем стоит и хотя там много всяких было историй а то я прихожу и у меня какой-то другой совсем помню что здесь что-то произошло важное в моей жизни хотя крестиков мы не носили в то время но да это точно я понимаю что я рассказал про свою судьбу она не точно связана с Господом Богом и он меня ведет я не оглядываюсь я иду и считаю что последовательность во всем верность в тыле в семье в друзьях в стране она и позволяет в общем двигаться по жизни но это должно быть для всех понятно одно без другого наверное сложно в целом ты ставишь перед собой большие задачи здесь наверное нечего стесняться в плане того чтобы об этом рассказывать и признаваться в том что это смысл величия этой земли на которой мы в общем живем очень надеюсь что так и будет можно спасибо скажу конечно отец Павел Вячеслав Александрович спасибо большое на самом деле есть много тем которые хотелось обсудить я понимаю что всего хорошего понемногу искренне желаю вам успехов потому что государственная деятельность дело наверное самоответственное которое только может быть потому что за властью стоит весь народ любое решение так иначе сказывается на населении на каждом из нас я очень рад то что у нас во власти есть Вячеслав Александрович Фетисов помощи Божьей вам и спасибо что к нам пришли спасибо большое я готов еще раз прийти и поговорить на тему природосбережения на самом деле тоже в общем в церковных книгах это одно из главных постулатов то есть берегай природу мать нашу к сожалению тоже мы это упустили момент деградация сегодня идет природа тоже серьезно здесь без церкви мы тоже не справимся очень важный момент на самом деле наши реки наши озера наши леса наша Арктика наш воздух я готов на эту тему еще раз с точки зрения уже церковной книги насколько мы сегодня не проповедуем то что является основой жизни на планете Земля то есть тоже в общем момент важный и здесь без консолидации усилий общества всех тех кто в общем в процессе кстати я встречался со всеми лидерами всех конфессий везде в общем природа на первом месте значит ну смысла никакого не будет и человек не сможет выжить в этой истории аминь 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 о и ам어 Продолжение следует...